Здравствуйте, ребята! Я очень рада нашей встрече с вами. Сегодня у нас урок повторения. Мы повторим устройство компьютера в технику безопасности. Вспомним, как набирать и форматировать текст в текстовом редакторе. Компьютер – это наш лучший друг и помощник. Давайте вспомним, что же такое компьютер. Компьютер – это электронная учислительная машина, способная выполнять заданную последовательность операции, называемая программой. Чтобы компьютер мог работать, необходимо проверить, все ли устройства к нему подключены. Давайте выполним задание. Соберите компьютер, используя лишь основные устройства. К основным устройствам компьютера относятся системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Ребята, как называются устройства, которые мы не отметили? Правильно, это дополнительные устройства. Дополнительные устройства – это вспомогательные устройства, при подключении которых расширяются возможности компьютера. Основные и дополнительные устройства делятся на устройства ввода и вывода информации. Выполним задание. Определите устройство ввода и вывода информации. Принтер – это устройство вывода информации на бумагу. Системный блок – это устройство ввода или вывода информации. Правильно, системный блок не является устройством ввода или вывода информации. Клавиатура – это устройство ввода текстовой информации. Монитор – это устройство вывода информации на экран. Мышь – это устройство ввода информации. Звуковые колонки – это устройство вывода звуковой информации. Микрофон – это устройство ввода звуковой информации. Прежде чем начать работу за компьютером, нужно знать правила техники безопасности. Сформулируйте правила техники безопасности по рисунку. Рассмотрим первую картинку. Нельзя включать компьютер без разрешения учителя. Что же означает вторая картинка? Не касайтесь руками экрана монитора. Следующее. Нельзя есть и пить при работе за компьютером. Сформулируйте следующее правило. Нельзя трогать провода и розетки руками. Следующая картинка. Нельзя входить в компьютерный класс в верхней одежде. Следующая картинка. Нельзя класть разные предметы на системный блок «Монитор-клавиатуру». Следующее правило. Нельзя входить в компьютерный класс без разрешения учителя. И последняя картинка. Нельзя работать за компьютером грязными и мокрыми руками. Мы уже знаем, что вся информация в компьютере хранится в виде файлов. Давайте выполним задание. Определите вид информации по расширению файла. Файл с расширением PNG содержит графическую информацию. TXT – текстовую информацию. Ави – видеоинформацию. MP3 – звуковую информацию. MP4 – видеоинформацию. Следующее задание. Определите по рисунку файлы, папки, ярлыки. Рассмотрим первый рисунок. Что это? Это папка. Следующий рисунок. Это ярлык. У ярлыка внизу есть значок стрелки. Следующий. Это файл. Ярлык. Файл. Папка. На прошлых уроках мы учились с вами набирать и форматировать текст в текстовом редакторе Microsoft Word. Давайте закрепим эти знания. Запустим текстовый редактор двойным щелчком левой кнопкой мыши по ее ярлыку. Объясните смысл пословицы. Учение – свет, а не учение – тьма. Учение – это знание. Знания помогают решать сложные задачи. А не учение позволяет попасть в глупую ситуацию. Например, если мы знаем, как пользоваться компьютером и применяем его по назначению, то мы извлекаем из него огромную пользу. Если мы используем компьютер для развлечений, то никакой пользы он нам не принесет. Давайте наберем эту пословицу в текстовом редакторе. Вспомните, что нужно сделать, чтобы набрать слово с большой буквы. Правильно, нужно удерживать клавишу shift и клавишу с нужной нам буквой. Включение. Тире отделяется с двух сторон пробелами. А как отделяются слова друг от друга? Слова друг от друга отделяются одним пробелом. Давайте отформатируем пословицу. Вспомните, что нужно сделать, чтобы применить форматирование. Правильно, нужно выделить текст. Давайте выделим текст, удерживая левую кнопку мыши. Изменим шрифт. Выберем шрифт Times New Roman. Изменим размер. Ребята, а в чем измеряется размер текста? Размер текста измеряется в пунктах. Выберем размер текста 20 пунктов. Изменим выравнивание. Ребята, какое бывает начертание? Правильно, полужирное. Курсив и подчеркнутый. Выберем полужирное начертание. Изменим цвет. Выберем фиолетовый цвет. Изменим выравнивание. Какое бывает выравнивание? Выравнивание бывает по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине. Применим выравнивание по центру. После того, как мы отформатировали текст, мы можем сохранить. Выполнив команду. Файл. Сохранить как. Обзор. Выбираем место для сохранения нашего файла. Рабочий стол. Дадим имя файлу. Пословица. Сохранить. Попробуйте и вы самостоятельно проделать эту работу. Сегодня на уроке мы повторили устройство компьютера, технику безопасности, вспомнили, как набирать и форматировать текст в текстовом редакторе. На этом урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова